Всем доброе утро, ребятушки! 20 февраля, у нас пасмурно, на улице дождь. Ну, кстати, с утра очень даже тепло на улице. Отвезла я людей на остановку, на автобус, они из Жиромина выезжают. С одной стороны, хорошо, что из Жиромина, что не пришлось ехать в Млаву, но шок, конечно, у меня вообще просто. Я реально, у меня шок. Люди настолько, не знаю, как это объяснить, настолько невежливы, настолько не имеют в себе силы осознать свои ошибки, что даже не соизволили попрощаться с Милошем. Люди прожили больше месяца в доме Милошем и не соизволили с ним вообще даже попрощаться, даже сказать ему до свидания. Я уже не говорю, что там спасибо сказать, просто до свидания хотя бы сказать. Это просто, я не знаю, это днище какое-то. Я обещала снять видео и рассказать всю историю, что произошло, но, скорее всего, когда вы будете это видео смотреть, то вы уже посмотрите мою трансляцию, а может быть и не будет трансляции. В общем, я не знаю. Вообще, я хочу сделать трансляцию и всё в этой трансляции рассказать. Почему? Потому что, если я буду записывать видео, потом его монтировать, редактировать, то, возможно, я не захочу это всё потом публиковать в Ютубе, потому что, ну, не хочу я, знаете, уже это ворошить. Это было, это у меня прошло, я людей уже отправила, они от нас уже уехали с нашего дома. Всё, я больше не хочу никому не помогать, я не хочу об этом не говорить, ничего обсуждать, поэтому могу выйти в трансляцию и всё это рассказать, как бы, с какой целью рассказать всё это. С той целью, чтобы никто не совершал моих ошибок. Я знаю, что многие украинки, украинцы, которые проживают на территории Польши и других европейских стран, на протяжении всей этой полномасштабной войны в Украине по-прежнему помогают, 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 не останавливаются, кто чем может, тем и помогает. Ну, вот, чтобы, дабы избежали они такие ситуации, как у нас произошла, поэтому мне хочется, как бы, рассказать это всё, внести, так сказать, ясность, потому что я там истерила, и, как бы, многие могут понять неправильно ситуацию, вот, я бы хотела внести ясность. В общем, я стою напротив Ужонда, пойду сейчас сделаю все внёски, просто Ужонда работает с 8, а автобус у них был на, ну, вернее, будет ещё на 7.40, ещё сколько время, 7.33 только. Вот. Конечно, у меня шок, просто шок. Я, знаете, у меня в жизни бывало разное, разные стычки с людьми, где-то что-то ты с кем-то не поладил, где-то разногласия, где-то такая прям ссора серьёзная, ну, всегда, везде, я говорила всем добрый день и до свидания, всегда, везде мне тоже люди со мной здоровались и прощались. Я не знаю, как такое вообще возможно, что человек не мог вообще подойти к Милошу и сказать до свидания. Это представьте, насколько они нас не уважали и не уважают. Ну, я не знаю, вот есть дно, а есть вообще под дном ещё днище. Вот эти люди для меня вот это вот днище. И я знаю, что там эта кобетка, женщина эта, хотя мне женщина её сложно назвать, будет смотреть мои видео, ну, не знаю, она сказала, что она смотрит мои видео. Так вот, я вам могу сказать одно, совести у вас вообще нет, вообще. Я таких людей, как вы, никогда в жизни не встречала. И дай бог, чтобы я больше никогда в жизни своей не встретила такую бабищу, как вы. Я не знаю, Милошу позвонила, а он тоже в шоке вообще, в полном. Он вообще не понимает, как такое вообще возможно. Говорит, я же с ними хорошо разговаривал, всё, типа, улыбался, пытался подбодрить как-то это. И я говорю, ну, и получил в ответ на свой позитив. Капец. Милоша говорит, надо этого, кшонза вызвать, дом посвятить, чтобы этот негатив из дома убрать. Я, в общем, сейчас схожу, сделаю внёсок и поеду домой, буду наводить порядки, всё перемою, перестираю, потому что там срач такой у нас дома. И всё проветрю, реально, чтобы больше никогда в жизни моей не встречались такие негативные люди. Знаете, было много чего в жизни, но такой опыт, это просто капец. Всё. Всех люблю, целую, всем хорошего настроения и надеюсь, что встретимся в стриме. Всё. И да, кстати, я видео снимала там, ну, я не рассказывала всё, но немножечко там приоткрыла, так скажем, да, страницу, что произошло, вообще из-за чего весь сыр бор. Но это видео я не добавляла, это видео у меня с 12 февраля. Я его не добавляла в YouTube, вернее, оно было добавлено, но я его не открывала. С той целью, что пока у нас живут эти люди, чтобы не было больше никаких разговоров. Я вообще максимально хотела минимизировать наше общение, и дабы, как говорится, не подливать масло в огонь, я это видео не открывала. Сейчас они уехали с нашего дома, я спокойно уже могу открыть, я знаю, что мне не придётся разговаривать с этой глупой бабищей, и поэтому открыла видео. Не из-за того, что я там не хотела с ней дальше скандалы, то есть всё просто, честно, если бы там ещё были какие-то поползновения в мою сторону, ещё какая-то была там агрессия и крики, то, знаете, я тоже себе цену знаю. И не уверена, что я бы сдержалась, потому что я могу, конечно, сдерживать свои эмоции, я могу где-то уйти, где-то промолчать, но у меня тоже есть нервы, у меня тоже есть своё достоинство. И в какой-то момент меня человек может вывести на не очень хорошие мои дальнейшие действия. Я сижу, себя снимаю, на меня так парень смотрит, стоит курит, мне как-то неловко. Там он в красной куртке стоит, курит, он так на меня смотрит. Я себя чувствую очень сильно неловко, когда на меня так смотрят. Время ещё без 10.08, я сижу, жду. Просто не хотела ехать домой, потом опять ехать в город, чтобы делать эти внёски. Конечно, можно этот внёсок было сделать и не именно сегодня, можно было в следующий раз. Но я уже хочу закрыть всю эту страницу и больше не вспоминать об этих людях, и об этом визите, и обо всём. Поэтому сделаем всё сразу. Ну и с другой стороны, зачем откладывать то, что можно сделать сейчас? Правильно, я уже в городе, уже сейчас всё сделаю, документы все при мне. Сразу всё сделаю и поеду спокойно домой. Возьму Бруна, мы пойдём с ним погуляем. Он, бедненький, так переживал, так бегает за мной, спать хочет. За мной следом бегает. Я проснулась в 5.30, ну потому что мне надо было пойти помыться, принять душ. Вот, потом надо было волосы высушить. Ещё мусор у нас сегодня забирают, стекло и пластик. Я думаю, надо выставить сразу, а то, не дай бог, я приеду там в 8-9 домой, а уже машина проедет. Но знаете, как не выставишь рано, то машина едет рано. А как ты выставишь рано, так обычно забирают, особенно что касается пластика и стекла, то забирают и в 12, и позже, и в час, и в два. Думаю, надо сразу выставить, а то столько всего там накопилось, и пластика. Но всё-таки и люди же жили, как бы они же тоже кушают, пользуются всем. Так что, мусора много было. Вот так. Вот так вот, ребятушки. Кстати, огромнейшее всем спасибо за поддержку. Я не ожидала, что люди так откликнутся. Я вообще заметила, что у меня такая публика стеснительная. Многие смотрят, вообще ничего не пишут. Либо, как я поняла, многие смотрят и не знаю, что там, излятся на меня или что. Просто из любопытства смотрят, а реакцию никакую не оставляют. Но видео, где у меня случилась истерика, где я немножечко поплакала, многие меня поддержали, дали дельные советы. Вам огромнейшее спасибо. Для меня ваша поддержка очень важна. Мне приятно понимать и осознавать, что есть люди, которые, ну, похожие, да, по характеру, по восприятию, похожие также на меня. Потому что иногда кажется, что, может, я какая-то не такая, как все, еще что-то. Но, оказывается, нет. Есть среди моей аудитории люди, похожие по каким-то манерам поведения, по своему мышлению, чем-то схожие на меня. И это не может не радовать. Ой, ребят, я не знаю, может, пойти походить, что-то, надеело мне уже сидеть. Я бы с удовольствием кофе попила, но у меня, честно, вообще зеро в кошельке. А вообще, честно я скажу, я когда этих людей отвезла, пусть это будет, конечно, не очень красиво, может, с моей стороны. Да и пофиг, как мне в комментариях советовали. Не надо думать за кого-то, думай за себя. А всех остальных посылай далеко и надолго. Вот мне, кстати, не хватает этой уверенности. Но теперь я буду пользоваться такой практикой. И всем говорить, до свидули. До побачення, до побачення, да? Так вот, я когда их отвезла, то думаю, боже, сейчас приеду, пойду с Бруно погуляю, потом прийду, буду порядки наводить, стирать, убирать, все повымываю, повычищаю, чтобы вообще все блестело у меня, сияло, и чтобы не было никакого запаха, никакого волосочка, ничего от этих людей, чтобы полностью очистить дом, проветрить, как говорится, вернуть все на свои места, чтобы аура у нас была в доме позитивная, весь этот негатив вымыть просто, вымыть, вычистить, выпылесосить. И думаю, и потом бы я с удовольствием уселась бы, открыла бутылку шампанского, и с Милошем бы отметила этот день, 20 февраля. Но нет у нас пока возможности отметить, но мы обязательно отметим эту дату в следующий раз. Сейчас пока не до отмечания, как говорится, тоже много дел, много всего надо делать. Как-то так. Опять наболтала кучу всего. Все, бузячки, целушки. Я, наверное, это видео добавлю, вы как раз посмотрите и будете знать, что, может, я и не захочу сегодня делать стрим. Ну, в общем, я планирую сегодня, 20 февраля, во вторник сделать стрим. Но я не уверена. Надеюсь, что вечером я это сделаю. Посмотрим. Просто я что-то сильно много сегодня напланировала себе. Все. Всех люблю, целую. Если что, то встретимся в прямой трансляции. Папа, бузячки. Продолжение следует...